Музыка Гузель Исокова сотрудник комплексного центра социального обслуживания населения Красногвардейского района. За свою жизнь она сменила множество профессий, однако призвание обнаружила именно в заботе о пожилых людях. У меня была знакомая, которая работала социальным работником, и она сказала, так как я человек больше как бы так отношусь к пожилым, она просто увидела, как я разговариваю с пожилыми людьми на улице. Она меня попросила, а ты не хочешь работать именно социальным работником, потому что, как я вот вижу, как ты с людьми пожилыми общаешься на улице, вот тебе эта профессия, это подошло бы как бы, да, вот твоему типу человеку. Вот, и вот повела меня, в то время еще Синявинское домоводим, как бы у нас было, вот так заведующей. С тех пор минуло больше 15 лет. Каждый день Гузель обходит уже знакомые адреса, обеспечивая дома пожилых красногвардейцев всем необходимым. Ноги сами несут помогать людям, уверена наша героиня. Иногда она вспоминает первые посещения стариков. Я очень плакала, мне было жалко всех больных, старых людей, немощных, которые реально нуждаются в помощи социального работника, потому что, какие бы ни были родственники, все равно помощь с ней, она все равно нужна людям. И тем более, не то, что как бы родные, а люди, знающие работу, знаете, как общаться, не то, что как родственник там этот, а именно как специалист. Гузель помогает старикам готовить еду и переодеваться, выносит мусор и покупает лекарства, оплачивает коммунальные услуги и сопровождает в поликлинике. Но не это она считает главным в своей работе. Мы хотим, чтобы наша работа приносила в их дом тепло, уют, доброту, чтобы они именно в нас видели людей, которые на самом деле оказывают помощь, а не какие-то свои, знаете, не по работе, а вот именно тепло, человеческое отношение, чтобы они видели от нас. Не только чисто вот то, что мы по работе приходим, как бы тараторили, что-то сделали и вот развернулись, ушли. Нет, но при этом, чтобы мы еще к ним эту доброту и тепло приносили в их дом. К каждому из них Гузель находит свой подход. Некоторым нужно поделиться воспоминаниями, другим же хочется узнать о том, что происходит в стране. Иногда поступают и совсем удивительные просьбы. Сейчас очень хорошо, что в магазинах начали давать журналы, скидочные всякие, эти буклеты, чтобы люди, которые сидят дома, могли иметь представление, что вообще у нас в магазинах есть. Да, знаете, люди очень много выбирают. Если раньше я им приносила, например, творог, молоко, кефир, то я хочу сказать, что этим сейчас только не этот, что бывают и такие продукты. Я говорю, да, знаете, вот пасту, в которой в состав входит осьминог, например, знаете, не всегда это люди такое заказывают, что именно, я говорю, а вообще-то вкусно, потому что даже я вот в своем возрасте, этот хожу по магазинам, я, например, не попробовала, чтобы там такой паста, которая для бутербродов была, там, осьминог входил. Гузель старается сделать жизнь стариков максимально комфортной и удобной, как собственным бабушке или дедушке. Но у такого доброго отношения есть и обратная сторона. Мы, когда начинаем с ними общаться, ходить, начинаем обслуживать, ухаживать за ними, мы начинаем привязываться к ним. И они становятся для нас настолько близки. И когда приходит день потери, утраты этого человека, естественно, это очень больно и очень плохо. Потому что мы реально за все эти года, вот я, например, работаю 15-16 год уже, у меня есть подопечная, к которым я хожу не один год, а по 8, по 9 лет уже. Представляете, у нас такие отношения, естественно, уже как родственные. Потому что, наверное, даже родственники столько не ходят, как ходит соцработник к ним. Впечатление очень хорошее. Мне оно понравилось. Очень тактично, очень вежливый человек. Все, что попросишь, что делает. Все очень хорошо. Так что я очень довольна, если бы она осталась у меня на все время до моей кончины. Это было бы очень хорошо. Заслуги Гузель не раз отмечали. Как в самом центре, так и на высшем уровне. Она была у нас неоднократно награждена и грамотой губернатора, и благодарностью губернатора. Поэтому, ну, выбор, наверное, был однозначный. Каких-то нареканий за все годы, пока я с ней работала, у меня не было. Бабушки, наши получатели социальных услуг, либо их родственники обязательно только говорят теплые слова. От этого и мне приятнее с ней работать. И как бы существует какая-то некая гордость за нее и за то, что у нас есть такой человечек в коллективе. В июне 2018 года Гузель и Сокову наградили премией правительства Санкт-Петербурга. Грамоту она получила лично из рук вице-губернатора. Такое признание порадовало нашу героиню. Однако, гораздо больше Гузель ценит благодарные глаза подопечных, которые встречают ее каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok